В ходе своего вчерашнего выступления Изабель Шнабель, член исполнительного совета Европейского Центрального банка, заверила всех в том, что у ЕЦБ достаточно инструментов, а также ресурсов для предотвращения банковского кризиса. Слова одного из наиболее влиятельных членов правления европейского регулятора успокоили инвесторов, после чего риск глобальной рецессии несколько снизился, что и позволило нефти немного улучшить свое положение. Если ситуация резко не изменится, то постепенно цены поднимутся до 80 долларов за баррель. Хотя сейчас и наблюдается небольшой отскок после вчерашнего роста, но этот процесс скорее всего носит локальный характер и уже сегодня рост черного золота вполне может возобновиться. А вот на желтый металл слова фрау Шнабель сказали негативное влияние. Даже незначительное снижение глобальных рисков приводит к оттоку капиталов из защитных активов, коим золото и относится. Тем не менее пока рано говорить о том, что рисков и вовсе нет. По сути дела речь идет о так называемой вербальной интервенции, которая призвана лишь успокоить участников рынка. Иными словами, подобные действия направлены на изменение эмоционального восприятия происходящего, а значит носят исключительно временный характер. Под давлением макроэкономической динамики настроения могут резко измениться, но как минимум сегодня никаких значимых макроэкономических данных не публикуется. Так что рынок будет пытаться консолидироваться в районе текущих значений. И с технической точки зрения допускается движение котировки в диапазоне между отметками в 1935 и в 1950 долларов, где произойдет сокращение объема коротких позиций и приведет к новому росту. Однако же, если цена будет удерживаться ниже 1930 долларов в течение дня, то допускается увеличение объемом сделок на продажу, что приведет, конечно же, к усилению нисходящего хода. Рубль. Вот уже который день к ряду упорно держится в диапазоне от 76 до 77 рублей за доллар. Примечательно лишь то, что вчера была предпринята попытка подняться выше верхней границы диапазона, но вновь она оказалась безуспешной. Тем не менее, постепенное восстановление цен на нефть становится дополнительным фактором для укрепления рубля. Так что вероятность скорого смещения в диапазон с границами от 75 до 76 рублей несколько увеличилась. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok